К другим темам. Спасибо за жизнь. Врачи центральной городской больницы принимают благодарность от пациента. В феврале 2016 года 53-летний Юсуп Устарханов попал в отделение реанимации. У мужчины был инсульт. Борьба за жизнь длилась несколько дней. В итоге медики одержали победу. За две недели они поставили тяжелого пациента на ноги. Но вернуться к жизни помогло не только правильное лечение. Теплые отношения и позитивный настрой врачей, медсестер и санитарок дали надежду и уверенность в том, что жизнь после инсульта возможна. С благодарным пациентом встретилась наша съемочная группа. Тему продолжит Ольга Полякова. Он идет еще неуверенной походкой, но шагает своими ногами. Пару месяцев назад Юсуп Устарханов думал, что его жизнь уже не будет прежней. Утром, как обычно, мужчина собирался на работу. Внезапно прихватило сердце. Инсульт, затем реанимация и томительные часы ожидания для родственников. Медикам удалось вытащить его с того света. Сегодня, уже окрепший после болезни, он идет сказать им спасибо. Тем, кто своим профессионализмом и заботой помог встать на ноги. Лекарство не столько помогло, сколько их обращения дали, настроили на лучшее. А у меня такое было. Все, я уже инсульт. И этот самый. Теперь мне только на них таблетка. Неизвестно, сколько был такой настрой. Боль и страх уже позади. А ведь, очнувшись после реанимации, он не чувствовал половины своего тела. Мысленно попрощался с привычным образом жизни. Надежду и веру в лучшее вселили врачи неврологического отделения. Помогли и в поликлинике «Газпрома». Грамотная реабилитация принесла плоды. С моим диагнозом, с этим-то вообще бывает. И не ходить, и не разговаривать. А я, как видите, хожу. И очень благодарен. В отделении неврологии кипит работа. Врачи торопятся к пациентам, которые нуждаются в помощи. Но даже в больничной суматохе они находят время пообщаться с Юсупом, спросить, как здоровье. Процедурная медсестра наша Анна, старшая медсестра Яна. Я очень благодарен всему вашему коллективу, что на самом деле это просто как-то не суть, но они сами меня настроили. Позитив, да? Сказали, что все будет хорошо. И будет все нормально. Да, верить самое главное. Конечно, для нас очень важно. Спасибо. Очень важно это в первую очередь. Когда особенно идет положительная динамика, мы вместе с больными радуемся, что у них все идет на поправку. И, конечно, стараемся веру им, придать, что еще прошло мало времени. Вы у нас пролежали в остром периоде, и все будет хорошо. Каждому шевелению пальчику радуемся, также вместе с больным. Если у него зашевелился рука, пальчик, услышал, чувствительность получше стала. И мы, конечно, им даем тоже надежду. Мы не можем просто по-другому на них глядеть, и, конечно, вместе с ними радуемся. Через неврологию проходят сотни людей. Валентина Слюсарева, заведующая отделением, признается, врачи не могут запомнить каждого. Но тех, за кого боролись, кого пропустили через сердце, узнают сразу. Слова благодарности от таких пациентов – высшая награда за нелегкий труд. Ольга Полякова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».